Шалом! Все мы знаем, что во Вселенной действуют законы физики, химии и биологии и другие. А есть ли во Вселенной духовные законы? И если да, то что это значит для нас с вами? Представим себе, что они есть. Тогда с нашей стороны будет очень глупо, мне кажется, не знать их. Ну, ценность естественных наук она в чем? Конечно же, в том, что благодаря им наша жизнь становится лучше. То есть, естественные науки дают нам знания, благодаря которым у нас есть лекарства, у нас есть различные бытовые приборы, техника всякая и прочие полезные вещи. Ну, значит, нам нужны также знания о духовном мире, ведь как верующие люди мы понимаем, что есть не только материальный мир, но также и духовный. И если оба эти мира сотворены одним и тем же Богом, то разумно предположить, что коли материальный мир упорядочен, то есть устроен в соответствии с определенными принципами, правилами или законами, которые открывает наука, естественные науки, то духовный мир, вероятно, тоже не должен, не может быть хаотичным, а он тоже должен, наверное, обладать какой-то структурой, органически ему присущей. И в нем тоже должны быть вот какие-то такие правила, и не зная этих правил, мы, вероятно, будем их нарушать и тем самым, вероятно, будем вредить себе. Ну, уж во всяком случае, если мы, по милости Господне, не будем усугублять свое и без того тяжелое положение, то, наверное, незнание этих правил и не облегчит нам его, да? Хотя, может быть, избавление-то и облегчение жизни, вот оно, тут рукой подать, а мы не знаем ничего, правда, страдаем и совершенно напрасно. Сама Библия говорит, именно об этом истреблен будет, народ мой, за недостаток ведения, то есть за недостаточность их знаний, за невежество. Ну, а раз так, что мы делаем? Мы берем Библию, открываем ее и ищем тут в ней все эти духовные законы. Конечно, находим, вот они, черным по белому, кто ищет, тот обрящет, да? Как в Танахе, так и в Новом Завете. Одна книга-притч, чего стоит, посмотри, страх Господень прибавляет в ней, лета же, то есть года нечестивых сократятся, ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает, иной сыплет щедро и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Вот вам и секреты долголетия, и секреты финансового благополучия. Богобоязненность увеличивает продолжительность жизни, щедрость увеличивает финансовые активы. Причинно-следственные связи между этикой или духовностью, с одной стороны, и качеством жизни, с другой, просто налицо. Кто-нибудь, конечно, возразит, но слушайте, это принципы успеха в чисто земных вещах, то есть все тот же материализм, который просто пытается использовать этику или духовность. Ну хорошо, но в Библии есть и чисто духовные законы, говорим мы. Например, не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, какую меру мерите, такой вам мерить будут. Это закон, говорим мы, сени и жатвы, которые совершенно универсальны, то есть действуют как в материальном мире, так и в духовном. Или вот еще интересное утверждение, всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Из контекста ясно, что рассказывая притчу, которая подытоживается вот таким выражением, высказыванием, Ишу имел в виду совсем не принципы карьерного роста, а он имел в виду взаимоотношения человека с Богом. И утверждения все эти сформулированы в том же виде, что и высказывания из притч, то есть как общий принцип, как закон. То есть духовные законы в Библии есть, и с нашей стороны будет глупо отрицать этот факт или игнорировать его. Что же вот на все эти рассуждения можно сказать? Да, конечно, глупо отрицать очевидное, то есть то, что написано в нашей с вами книге, в тексте. И да, некоторые утверждения Библии по своей формулировке действительно до боли напоминают законы физики или теоремы геометрии, которые мы с вами учили в школе. Все это наводит на мысль о том, что предположение верное, да, наверное, духовный мир, как и физически, живет по определенным правилам. Но нужно ли нам с вами, сдаю я вопрос, заниматься духовными изысканиями? И если да, то как это делать во благо себе, а не во вред? Почему же это во вред-то может быть? Да, просто потому что такие понятия, как работа с энергиями, медитация, визуализация и другие термины, они уже очень давно и очень прочно вошли в наш обиход. А в Израиле школьникам на уроках предлагают помедитировать минутку-другую для того, чтобы расслабиться и успокоиться. Йога у нас в Израиле все больше считается абсолютно невинной и совершенно безобидной вещью, такой же, как любая другая физическая нагрузка. Короче говоря, разные духовные понятия и практики, которые раньше были где-то далеко на периферии нашей культуры или вообще за ее пределами, сегодня стали ее неотъемлемой практически частью. И вот мы, сами того не замечая, можем как-то вот так незаметно взять и перенести их в нашу жизнь с Богом, не разобравшись в их сути. А между тем, далеко не все эти понятия и практики полезны или даже нейтральны. Чтобы увидеть их потенциальную опасность, давайте вспомним, почему мы вообще заговорили о духовных законах. Логика у нас была с вами следующая. Знание позволяет управлять. Например, законы физики, знание законов физики позволяет нам с вами управлять природой, то есть поставить ее на службу себе, сделать нашу жизнь комфортнее, создать бытовую, медицинскую и прочую технику. Например, знание психологии позволяет управлять человеческой психикой, то есть поставить ее на службу себе, избавиться от комплексов, исцелиться от душевных травм, полученных в прошлом. Продолжая этот ход рассуждений, приходим к выводу, что знание духовных законов должно, по идее, позволить нам управлять духовным миром, то есть поставить его, опять-таки, на службу себе, обогатить нашу духовную жизнь, улучшить ее. В чем проблематичность всех этих рассуждений? Ну, конечно, в той картине мира, которая предлагает их, в этой картине центральное место комоды отведено. Мне, себе, любимому. Я хочу поставить на службу себе все, что вокруг меня, и физику, и психику, и духовный мир. Но это мировоззрение. Или исключает Бога полностью, или, то есть как материализм это делает, или рисует его моим слугой, моим помощником, моим добрым другом, кем угодно, но не моим царем, как это делает, в принципе, либеральная религия. В такой картине мира Бог может присутствовать, но он не может быть моим господином. Он не может быть центром вселенной. Он не может быть тем, кто управляет всем, и кому я служу, в первую очередь. Кто-то скажет, стоп, если такая картина мира, с которой мы подходим к этой теме, она ошибочна, так что же тогда? Долой науку, может быть? Обратно? В пещерный век? Нет, ни в коем случае. Когда человек пытается овладеть природой, он, в принципе, делает то, что и должен делать по замыслу Божьему. Ведь человек, он венец творения, а все остальное физическое творение ниже его, и наше призвание в отношении Земли — это управлять ей. Конечно, без Бога мы делаем это очень плохо. Без конца воюем, убиваем неродившихся младенцев, плюем на экологию и делаем еще массу всякого страшного зла. Но, в принципе, исследование окружающего нас мира и использование его на благо себе, с точки зрения нашего Творца, это дело вполне легитимное. Однако, если мы отсюда плавно и незаметно делаем вывод о том, что использовать на благо себе мы можем не только природу, но и вообще все, что существует, мы очень сильно ошибемся. И вот это самая основная ошибка, которая часто стоит за поиском духовных открытий и приключений. Даже если говоря о собственном благе, мы будем говорить не только лично о себе, а будем говорить о благе нашей семьи, общества или даже всего человечества. Человек и человеческое сообщество, при всем уважении, не являются центром Вселенной. Мы важны и даже очень важны, но Создатель наш, он важнее нас. И мы живем не для себя, а для него. Вторая ошибка, которая здесь может закрасться, это искаженное представление о духовном мире, которое закрадывается в такие рассуждения, потому что что происходит? Мы смотрим на природу и думаем, что по аналогии с природой, дух — это просто энергия, только особая. Ну вот есть, например, кинетическая энергия, энергия движущегося тела, есть электромагнитное поле и энергия, заключенная в нем. А есть еще биополе. Это биологическое поле, которым обладает не любая энергия, простите, не любая материя, а только живое существо. Вот нам так, например, говорят. И вот у этого биополя, как у всякого поля, ну мы же ученые, да, у него есть энергия. Называется она по-разному, ну там по-китайски она называется ци, по-японски она называется ки, ну и так далее. Вот есть вот такие вот интересные штуки. И, конечно же, дальше можно двигаться в этом направлении и рассуждать. Следующим образом, есть излучение, которое регистрируется всякими там приборами или электромагнитное излучение, радиоактивное и прочее. А вот есть аура, которую можно видеть, то есть тоже регистрировать. Ну если кто-то скажет, почему же мы не видим ауру, а нам ответит, ну а у вас не открыт тот глаз, которым ее можно увидеть. Еще, возможно, нам укажут на иконы, где вокруг головы Ешуа, его мамы и какого-нибудь святого еще там, присутствующего на иконе, нарисован такой нимб. И скажут, вот, дескать, подтверждение нашей правоты в ваших же собственных религиозных артефактах. Ах да, вы же протестанты, как мы забыли, вы же в иконы-то не верите. Ну ладно. Когда речь заходит о третьем глазе и всяких прочих интересных штуках, мы инстинктивно чувствуем, я надеюсь, что нам нужно дать по тормозам, что где-то в этих разговорах об аурах и биополях есть подвох. Но в чем именно он заключается? И самое главное, что представляет собой духовный мир на самом деле? Что такое дух? Пока мы не ответим на этот вопрос, говорить о духовных законах, по-моему, бессмысленно. Библия наша с вами, это не школьный и не университетский учебник, поэтому в ней почти нет определений в нашем смысле этого слова. Вы не найдете там такую черную рамочку, черненькую, в которой написано «дух», «есть» и дальше всякие слова, которые к следующему уроку нужно запомнить наизусть. Вот поэтому, когда мы отформатированы в нашей голове всякими такими определениями, открываем Библию и пытаемся понять, что же такое сердце, что же такое душа, что же такое дух, чем эти три вещи отличаются друг от друга, может возникнуть путаница. Так вот, чтобы меньше путаться, давайте попробуем хотя бы вырубить правильную отправную точку для наших рассуждений. Этой точкой, как мы сегодня уже говорили, очевидно, должен быть не человек, а все-таки сам Господь Бог. Почему Бог? Потому что, если мы хотим понять, как реально вещи устроены, то нам нужно для начала понять реальность номер один, то есть ту, которая была, есть и будет самого Господа Бога, ну, поскольку все, что есть, оно берет свое начало в нем. Так вот, понятие дух связано с Богом напрямую. Ишо, например, сказал когда-то такую интересную фразу «Бог есть дух, поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине». И если прочитать контекст этой фразы в 4 главе Евангелия Теана, то там можно увидеть некоторые очень интересные вещи. Там самарянка пытается выяснить у Ишо, где правильно поклоняться Богу, на храмовой горе в Иерусалиме или на другой горе, в ее родной Самарии. Ишо отвечает ей, что хотя на сегодняшний день правильное место это Иерусалим, на самом-то деле простите, речь должна идти не о месте. Стоп, как не о месте? В Самарянке голова устроена Иерусалим или Самария, здесь или здесь. Ишо говорит ей, что Бог на самом-то деле желает иметь поклонение не в конкретном месте. Почему? Потому что Бог это не объект, который находится в конкретном месте. В данное время, в данное время, Ишо объясняет, он являл себя, или уже не Ишо, не Ишо объясняет, а я объясняю, мы пытаемся понять, что же было в Иерусалиме. В Иерусалиме Бог определенное время являл себя определенным особенным образом в Иерусалимском храме. Однако, еще царь Давид, построивший первый храм, отлично понимал, что в этом домике, который он строит, при том, что домик большой, Бог все равно не поместится. Гонцы, посланные к царю Хираму за стройматериалами, должны были сказать ему от лица Давида следующие слова. Я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать перед ним благовонное курение, предоставлять постоянно хлебы и предложения и возносить там всесожжение утром и вечером и в субботы и в новомесяче и в празднике Господа Бога нашего, что навсегда заповедно Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения перед лицом его. Мне очень нравятся вот эти слова. Небо и небеса небес не вмещают его. То есть Давид очень ясно сознает величие Бога, для которого он строит свой этот дом. Бог это дух, который настолько велик, что не помещается в своем творении. Иеремия говорит об этом так. Не наполняю ли я небо и землю? То есть творение это как чаша, которую Бог наполняет собой, своим присутствием и переливается, если так можно выразиться в этой аналогии, через ее край. Поэтому если речь заходит о поклонении Богу, Ишуа говорит Смарянке, то правильный вопрос не о месте, потому что Бог везде, а о другом измерении, об измерении духовном. И вот об этом измерении мы продолжим разговор через неделю с Божьей помощью. Спасибо. Шалом. Мессианский центр, возвращенный на Сион, из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими субтитрами. Присоединяйтесь к нам - обвза, по-м